Нам удалось пообщаться с победителем краевого конкурса «Учитель года Алтая-2018» учителем гимназии города Бранаула номер 74 Иваном Гребенкиным. Иван, здравствуйте! Здравствуйте! Иван, в чем ваш секрет успеха? Сложный вопрос. Наверное, это мой бэкграунд, поддержка тех детей, с которыми я работаю в 74-й гимназии, и поддержка учителей. Ну и, наверное, все-таки увлеченность профессиями. Мне кажется, что те технологии, которых я показывал, а это и информационные технологии в образовании, геймификация при применении игр в образовании, это вот сейчас актуально, и, возможно, это позволило мне победить сегодня. Чем удивляли на конкурсе? Что вы представляли? Ну вот, собственно, на конкурсе я и представлял эти самые технологии в действии. Это был урок, открытый урок, на котором мы занимались изучением сложной темы, но вот с помощью реальных задач из реальной жизни, плюс различных игровых механик, методиков на уроке. Кроме этого, мы с ребятами на следующий день проводили, опять-таки, игровое мероприятие по знакомству с интернет-угрозами. Ребята очень потрясающе просто. Все сделали. Они сделали классный час таким, какой он должен быть. То есть сами поняли суть мероприятия, сами предложили пути решения. В общем, все было здорово. Ну а также мы давали, все финалисты, лауреаты, вчера давали мастер-классы, то есть урок для взрослых, на которых демонстрировали то, каким образом свои технологии, которые мы применяем ежедневно, можно применять и на других предметах. Ну а также была лекция, миссия учителя. Там мы раскрывали свои взгляды на профессию, на вообще тенденции в образовании, то, что там происходит. Ну а сегодня у нас был круглый стол политиков, на котором, опять-таки, лауреаты отвечали на различные актуальные вопросы. Победитель отправляется в Москву. Вы готовы к всероссийскому этапу конкурса? Если меня выбрали победителем на крае, то я думаю, что коллеги считают, что я готов, но мы будем готовиться дальше. Понятно. Ну, Иван, мы вам желаем удачи, потому что впереди у вас действительно сложная работа, и мы уверены, что вы справитесь и выиграете. Продолжение следует...